Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, расскажу вам сейчас про месть духов. Про то, насколько нужно аккуратно относиться к разным вещам, к разным обязанностям. Просто жить, жить экологично. Многие ли из нас живут экологично? Или живут, как говорится, как один день? Дома у себя сохраняя порядок, а везде разбрасывая вокруг себя нечистоты. Не только физически, но и энергетически. Да, друзья мои, вот сегодня я разговаривал с одной замечательной женщиной, которая достаточно успешно и хорошо практикует практики. Ну, как бы становится хозяйкой на своей земле. На целой, так сказать, достаточно большой территории. Хозяйкой. В смысле того, что она умеет объединиться с природой, с духами леса. И с ней произошел некий такой забавный, с одной стороны, а с другой стороны, такой характерный очень момент, когда человек становится на сторону природы. Живет она достаточно в таком хорошем месте, благостном. И гуляя со своей семьей, замечательный водоем и растение, здесь она дружит с духами местности, ну, вернее, пытается подружиться, контактирует с ними, очищает свое пространство, очищает свой лес от даже мусора. И тут, когда она там, можно сказать, общается, медитирует, ее супруг, тоже человек неплохой, курит сигарету и говорит детям, о, смотрите, там рыбка плеснула, там большой такой, ну, какой-то карась плеснул, и было видно. И он при этом кинул, так сказать, окурок, бычок в воду. И женщина говорит о своих чувствах, неосознанно, да, у нее как будто выросли клыки. Да, вот она почувствовала вот эту вот волчью хватку, то есть сразу возникло это бешенство, да, то есть ее близкий человек бросил вот этот окурок в воду. Скажите, ну, ладно, мелочь такая. Но она в себе уловила вот этот момент, что она в этот момент хочется броситься, ему разорвать горло. И сама испугалась этого, да, то есть она чувствует вот это. Представляете, вот такие же ощущения испытывают духи местности, когда человек срезает какие-то растения, гадит в природе, да, всего лишь какой-то окурок. А сколько вот этих вот погубленных деревьев, костров, огромных гор мусора? Скажите, ну, а что эти люди? Они что же, они ничего не чувствуют и не страдают. Вон они гадят и живут себе. Чем больше гадят, тем лучше живут. Нет, друзья мои, это только кажущаяся вещь. И я понимаю, что вы все тоже не святые, тоже там мусор бросаете и, может быть, и гадите. Ну, не все, но осознание этого. И вы думаете, что это сходит вам с рук? Ну, вот так вот, по-честному. Посмотрите на свою жизнь. Просто оглянитесь на свою жизнь. Скажите, все у меня хорошо? Ну, очень малое количество людей скажут, что да, у меня все хорошо и гармонично. Нет. Потому что духи ставят печати на этих людей. Они, не думайте, будут думать, хороший вы или плохой. Они вылепят вам печать, которую вы, может быть, и не заметите. Но она потом может перерасти в болезнь. Она потом может перерасти в какие-то неприятности и несчастья. Да, у вас будет ломаться техника, у вас будет сбои со здоровьем, с материальным, с общением. Вот со всем. То есть у вас начнет расшатываться. Одна печать, вторая, третья, десятая. И вы превращаетесь просто в помойку. Да, вот вы кинули этот окурок. А этот дух вам этот окурок засунул, к примеру, в нос или в ухо. Такой как бы виртуальный окурок. Он не дымится, он не мешает вам. Но он создает. Он создает, и эти нити тянутся и оплетают вас. А потом этот человек начинает как бы задыхаться. И поймет, бежит там, у меня астма, у меня еще что-то. Брызгает баллончиком, а ничего не помогает. То есть как бы чуть-чуть легче становится, а нет. Знаете истории рыбаков? Таких хороших рыбаков, которые с удовольствием ловят рыбу. И как часто они тоже испытывают. В какой-то момент они понимают, что чувствовала рыба, когда он вытаскивал ее. И вот это вот ощущение, что тебя как бы тащат. И ты задыхаешься. Ты в этой среде не живешь. Ты пытаешься вдохнуть, а надышаться не можешь. Вроде есть воздух. Есть, как говорится, скамья, а нечем сесть. Есть еда, но нечем есть. Как часто это тоже бывает. И все это мы связываем с естественными причинами. А большинство из этого причины действительно в нашей неаккуратности. Что мы сами привлекаем в свою жизнь это. Живем неэкологично. Вы в своем доме будете гадить? Будете что-то? Ну, во всяком случае, многие нет. Некоторые так и делают. Но в ваш дом приходит этот мусор. Вы приносите мусор в лес. Этот мусор приходит к вам. Может быть, не в виде настоящего мусора. А в виде нарушения взаимоотношений. Наручения экологии вашего пространства. Вроде вы питаетесь чистой пищей. Умываетесь чистой водой, не грязно, из лужи. А все равно все ядовито, все отравлено. Вы травите природу, она травит вас. Здесь не думают о том, что вы вершина цивилизации. Вы там человек, думающий. Нет. Вы просто тоже мусор, который распространяет вокруг себя. Вы раковая клетка, которую пытаются просто блокировать и удалить. И люди, которые, ну как бы... Вы не владеете ни своим энергетическим телом, ни своим домом. И какие-то там люди, которые думают, ну я вот там, как бы... Я хозяин, я могу все, что хочу. Меня не поймали, меня не оштрафовали. Мне даже замечание, если кто-то сделает, я ему скажу, да сам ты там, да. Я крутой, у меня там все есть. У меня связи, у меня там образование высшее, техническое. А потом, когда этот человек, к примеру, спит, приходит какая-то сущность, да, в астральном, в тонком теле, испражняется ему в рот, к примеру, да. А потом он просыпается и думает, что это у меня действительно во рту, как будто кошки насрали. Что это такое, почему? Вроде я зубы чищу, да. Почему от меня воняет? Удивительно, да? Удивительные вещи. И справедливые. Поверьте, справедливые. Поэтому, прежде чем, как бы, это пенять на судьбу и на какие-то болячки, и на чем-то, посмотрите, сделайте свою жизнь экологичной. Никогда не поздно. Значит, одуматься и позволить себе, что не делайте другим то, что вы не хотите, чтобы делали вам. И отношения с вашими близкими, там, друзьями станут лучше. Потому что мы все говорим, что друзья продадут, родственники предадут и будут колдовать. Все вокруг. Все вокруг отторгает, да, даже хороших людей отторгает. А уж плохих-то тем более. Хотя, вроде кажется, ну, не говорите, вот эти плохие живут и не тушат. Это только так кажется. Но, действительно, есть еда, но нечем есть. Все вроде, но не греет это. Не греет это золото. Не радует ни одежда, ни машины, ни дома. Не радует. Вроде есть, а уже не надо. Вот когда было надо, вы не ценили это. Вы хотели, получили. Радость прошла. Богатые люди подчас бывают очень несчастными. И очень много самоубийств. Потому что в чем-то душа включает механизм самоуничтожения. Начинает убивать. Ну, не знаю, друзья. Конечно, многим, наверное, не понравится это, потому что слишком, знаешь, в обвинительном смысле это звучит. Но вот я вам говорю, как чувствует дух природы. Вот эта женщина, она четко отразила этот факт. Да, друзья мои. Я общаюсь с духами различных мест. Духами воды, полей, лесов. Прекрасно знаю, что они испытывают по отношению к человеку. Это омерзение. Первое чувство омерзения. И они очень ценят людей, которые действительно экологично себя ведут. Да, и уважительно общаются. Остальных они просто... Это биомусор. Вот это жестко слышит. Да, вы вершина цивилизации. Но вот духи природы относятся к людям именно так. И подчас готовы просто действительно вырвать горло за какие-то вещи. Обидно? Обидно. Но не мы ли виноваты в этом? Абсолютно. Мы. Все, драгоценные мои, извините уж, что расстроило вас тут ближе к вечеру. Но лучше знать, чем не знать. Поэтому старайтесь не мусорить, не убивать живых существ. И стараться как бы самому идти к счастью. Скинуть с себя вот эту грязь человеческую. Может быть даже и перестать быть человеком. Сказать, что я не вот этот мешок с костями, который распространяет вокруг себя мерзость и запустение. А я вольный дух. Пока.